Уважаемые дамы и господа, дорогие друзья и подруги, добрый день. Я очень, очень рад сегодня с ним снова, очень рад еще раз. Я желаю вам удачи, здоровья, большой удачи. Спасибо. Как знать. Ну, посмотри, какая классная передача от Павла Буре. Ну, и вот здесь мы видим, что уже все разыграно, все сыграно. Начинает за эту атаку очень здорово Павел Буре. Ну, и заканчивает ее классным броском Владимир Путин. Первая шайба президента Российской Федерации сегодня. Третья шагу-то поменялся как раз на Владимира Путина. Его словно ждали партнеры в зоне бросок. 2-0. А третья минута неудобная высота для Брата Ненко. И опять, и так, за президентом Российской Федерации. И счет уже 2-0. Очень быстрый дубль. Меньше трех минут понадобилось Владимиру Путину, чтобы оформить дубль в этом матче. Ну, и опять, посмотрите, сначала он не попадает с неудобной руки. И затем в следующие же атаки, посмотрите, вроде бы постарались мешать ему защитники. Но классный бросок кистевой Владимира Путина. И 2-0. Хотел было сказать, что если так пойдет дальше, то Дмитрия Братыненко в скором времени... Олег Смирнов за ними. Вячеслав Фетисов в центр. Ой, классный пас. И бросок. Это пол. Это хит-3 Владимира Путина. Пока у легенд хоккея только президент Российской Федерации отличается. Хотя мы помним, были матчи, что и другие ребята очень результативно действовали. Но пока Владимир Путин взял на себя инициативу просто с первых секунд этого матча. И мне кажется, некоторым игрокам из легенд хоккея стоит задуматься, особенно вторым и третьим пятеркам, что они делают на скамеечке запасных. Тоже необходимо забивать, показывать красивый хоккей. И свои контратаки. Шойгу. А вот сейчас министр обороны идет вперед. И ведь совсем он не обороняется, а делает результативный пас. Но Владимира Путина это покер, друзья. Покер президента Российской Федерации в этом матче. И легенды впереди уже 5-1. Играть еще в первом периоде 5-40. Времени предостаточно. Может быть, стоит тренером сборной ночной лиги взять тайм-аут. А смотри, вот не было бы счастья, да несчастье помогло. Первый-то пас не получился. Шойгу сошла шайба с крюка. Но это дезориентировало вратаря. То есть получился такой обманный финт. И уже второй пас, конечно, был точный. Добился вбрасыванием под чужими воротами. В общем-то, второй период стартовал ровно с того же, с чего стартовал и первый. И здесь момент. И это пента-3. Что он творит? Владимир Путин как здорово обыграл вратаря. Уже на щитках оказался Братыненко. Но сейчас будем разбирать. Выигранное вбрасывание. Хорошо тут посмотрите, как сыграл, кстати, Каменский. Не позволил помешать защитникам. Оттеры как бы и на неудобную Путин перекладывает. И счет становится 6-2. Пятая шайба Владимира Путина. И ведь здесь смог бросать в домик. Панель Заряд просто стала партнером фестиваля ночной лиги в этом сезоне. А тем временем. А у нас еще один гол. Да, 8-2. И снова Владимир Путин. Его шестая шайба. Вот если так отминусовать эти 6-9 ворот, то у нас, по идее, будет ячейный результат 2-2. Ну вот, кстати, возможно, эта встреча заход на рекорд для Владимира Путина. Потому что вот так вот, если посмотреть, больше 9 шайб он не забрасывал. Вот таких голоматчек. А сейчас не прошло еще пол игры, а уже 6. Но, похоже, намерен действительно побить свое собственное достижение. А что касается тех самых клюшек Заряд, ведь сегодня те болельщики в топ. Первые тройки нападения с Павлом Буре и Валерием Каменским. А иногда вот на место Каменского выдвигается Сергей Шойгу. Так что такой двойной удар, как в фильме с Жан-Клодом Ван Дамом. И Путин! Очередная шайба в воротах с ползоны. Прекрасный бросок президента Российской Федерации. 10-4. Сергея Пилюкина распечатали довольно быстро. Если так суммировать те минуты, которые он провел в конце второго периода. И сейчас на исходе первой, в третьем периоде. То, наверное, минуток 5, может быть, чуть меньше, Сухим продержался от силы. Седьмая шайба Владимира Путина. Совершенно верно. Все ближе и ближе он к установлению нового рекорда. И вот играть еще полным-полно времени в третьем периоде. Я думаю, что еще пару-троечку Владимир. 12-8 по-прежнему. Последние пару минут у нас шайб не было. Вот до этого мгновения Владимир Путин с центра чужой зоны отправляет ее за спину в 44-м номере. Такой нестандартный гол для президента Российской Федерации с достаточно дальней дистанции. Он только так нашел пути к воротам Пилюгина. Потому что львиную долю своих шайб Владимир Путин сегодня непосредственно с пятака забросил. А тут сразу, посмотрите, дальний бросок. И как-то шайбу немного закрутило. Это, возможно, и как-то немного сбило. Начинают пропитываться вот этим духом хоккея. Это замечательно.